МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министру сельского хозяйства Челябинской области Алексею Кобылину. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Добрый день. Когда министерство выделяет немалые субсидии конкретным хозяйствам и фермерам, на какие результаты вы, прежде всего, рассчитываете? Мы рассчитываем на сохранение и увеличение объемов производства, как и в физическом их объеме. И, соответственно, сверхостоваропроизводители рассчитывают на получение максимального экономического эффекта, то есть денег. Ну, как это будет выражаться? Что это увидит дополнительную продукцию наши жители? Несвязанная поддержка, о которой вы сейчас говорите, прием документов, которые мы завершаем 22 февраля, это первая поддержка в текущем году. Ее цель – поддержать хозяйственных товаропроизводителей в период проведения основных сезонных работ. То есть в преддверии подготовки к пассивной кампании, опять же, поддержать товаропроизводителей в приобретении техники, оборудования, горюче-смазочных материалов, с тем, чтобы они себя чувствовали более комфортно и меньше прибегали к другим финансовым инструментам. То есть это вот такой основной вид поддержки. А по сравнению с прошлым годом это увеличение поддержки? – Незначительная. То есть это у нас идет постоянная поддержка, не связанная на уровне всей Российской Федерации. Предоставляется на уровне с учетом софинансирования. Поэтому мы ежегодно ее повторяем. Суммы у нас, если увеличиваются, то в пределах, скажем, нашего роста именно в объемах производства. – А количество фермеров или вот тех получателей субсидий, они тоже увеличивают? – Количество у нас примерно постоянное. Ожидаемое количество получателей в этом году порядка 750 предприятий. Это крупные, средние, малые и так далее. – Вот, кстати, именно сейчас для того, чтобы получить субсидии, в министерстве выстроились огромные очереди. Вот с чем это связано? Насколько сложно сейчас получить эти субсидии? Нам звонят фермеры? – Во-первых, у нас на самом деле появились эти очереди. Связано это в первую очередь с тем, что у нас очень ограничены сроки приема документов, с тем, чтобы максимально ускорить именно выплату этих средств. Буквально сегодня уже нет такого накала страстей. То есть с основным потоком получателей мы уже справились. Поэтому это временное явление. Тем более, что несвязанная поддержка, она именно по количеству получателей является наиболее массовой. Поэтому с учетом наших физических возможностей, в том числе наличия сотрудников министерства, это, к сожалению, неизбежно. – Вы говорите, там ограниченные сроки до какого времени? – У нас прием документов ведется с 8 по 22 февраля, с тем, чтобы как раз весь массив охватить. Поэтому 22 февраля мы поднимаем последние заявки именно по текущему году. У нас также планируется для тех предприятий, у которых возникли проблемы в период оформления документов, в первую очередь это связано с наличием задолженности во все уровни бюджета, налоговых поступлений. Для них мы предусматриваем возможность выделения суммы для второго транша, с тем, чтобы они успели исправить свои недочеты именно в расчетах со всеми уровнями бюджета и, соответственно, рассчитывать на эту поддержку в равных объемах сопоставимых, но немножко попозже. – Вот сегодня в правительстве обсуждался вопрос поддержки фермеров. И губернатор обратил внимание на то, что фермеры больше ждут поддержки даже не материальной, а такой методической. Им не хватает знаний не только в технологиях, но и в том, чтобы они должны знать, как вести в сегодняшних условиях бизнес. Как решается этот вопрос? – Именно вопрос этот многоплановый. То предложение, которое формулировано буквально на прошлой неделе, по созданию центра консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, нашей целью являлось то, что именно технологическое сопровождение, оно необходимо для любого уровня компетенции тех же самых фермеров, фермеров и сельскохозяйственных товаропроизводителей в целом. Есть, скажем так, фермеры начинающие, которые необходимо давать азы технологии и в земледелии, и в животноводстве. – Вы говорите о территории бизнеса? – Мы говорим в том числе о территории бизнеса. Территория бизнеса – это проект Министерства экономического развития. Он успешно действует уже ряд лет. И в том числе наши сельскохозяйственные товаропроизводители периодически туда обращаются. Я, насколько знаю, сегодня буквально проговорили в момент, что есть заявки и от фермеров. Поэтому это очень хорошо, это приветствуется. Но в том числе есть поддержка именно со стороны Министерства сельского хозяйства как отраслевого органа. Поэтому мы никак не отстраняемся от этой темы. Мы будем использовать все возможные инструменты государственной поддержки и вообще помощи. – То есть какие-то курсы будут? – Курсы в рамках работы областной АКОР Союза крестьянских и фермерских хозяйств мы периодически организовываем. На базе нашего Южноуральского аграрного университета они проходят постоянно. Здесь же целью именно создания вот этого консультационного центра было то, чтобы, скажем, преподавательский состав, эксперты, практики могли бы, скажем так, напрямую консультировать своих коллег, соседей. Ну и, соответственно, мы бы общий уровень компетенции увеличивали постоянно. То есть это постоянная, каждодневная работа. – То есть любой фермер или сотрудник какого-то агропредприятия он может приехать, ну, предварительно созвонившись, естественно, с… – Идея именно такая, чтобы был прямой контакт консультанта и потребителя этой услуги. Поэтому мы собираемся это сделать в привязке к сайту Министерства сельского хозяйства, то есть чтобы он существовал отдельно. – Какую-то заявку там оставить? – Заявку, обработку этой заявки, обратный ответ. Все это должно быть, скажем так, согласовано, четко, понятно, регламентировано. – Ну вот в народе говорят, большой урожай иногда становится большой проблемой. У нас в области существуют какие-то проблемы с большим урожаем? – Ну, проблемы эти есть не только в сельском хозяйстве. Когда мы наблюдаем перепроизводство той или иной отрасли, это неименуемо приводит к возрастанию конкуренции, соответственно, понижению цен. Это хорошо, с одной стороны, для потребителей, а для производителей это всегда носит, скажем, негативный оттенок. – Ну вот с чем это связано? С хранением этого урожая? – Это связано с тем, что общий объем рынка Российской Федерации значительно возрос. То есть предприятия, которые занимаются переработкой этого сырья зернового, они, соответственно, имеют возможность поспорить за качество, соответственно, убавить цены. Это, к сожалению, констатация факта. И у нас, у многих сельхозтоваропроизводителей до сих пор есть объем зерна нереализованный. В связи с чем, в общем-то, они сегодня не используют другие финансовые инструменты, как кредитование, то же самое. У нас те же фермеры, то есть малые формы хозяйствования, в этом году меньше используют этот механизм, с учетом того, что у них есть нереализованные запасы зерна. Может быть, это как раз и связано с той нехваткой знаний, в том числе и финансовой какой-то грамотности, о которой мы говорим? Тут можно поспорить, потому что хорошо, когда у тебя на самом деле есть сразу покупатель, который приедет и заберет этот объем. Я думаю, это всех бы устраивало. Здесь, естественно, приходится бороться за покупателя, либо вести дальше, соответственно, нужны какие-то вливания в логистический комплекс. Мы этим-то и пытаемся сейчас заниматься, потому что прошлый год он стал именно таким индикатором. То есть рынок диктует все условия дальнейшего нашего развития. Насколько это удачно получается? Ну, будем говорить о наших крупных сельскохозяйственных производителях, переработчиках, которые в прошлом году в ответ на помощь государству, в том числе федерального центра, включились в программу экспортных поставок. И, в общем-то, предприятия Челябинской области освоили 20% федерального объема. Поэтому будем говорить о том, что на самом деле в эту работу включились очень активно. Ну вот, опять же, выясняется, что высокий урожай не может быть гарантией прибыльности предприятия. Совершенно верно. Вот как в области удается сохранить все-таки стабильную стоимость и цену на продукцию? Цену на продукцию, опять же, диктует потребитель. То есть наши жители голосуют всегда рублем, и, естественно, они выбирают то, что дешевле. Поэтому здесь идет именно борьба за потребителя. С учетом этого мы не можем поднимать цены выше, чем это, в общем-то, возможно. Поэтому приходится изыскивать внутренние резервы именно в понижении себестоимости. То есть, ну, опять же, этот процесс, он не бесконечен, он ограничен. Поэтому всегда при проведении семинаров, обсуждений нашей текущей ситуации, положения дел, мы всегда делаем акцент на то, чтобы все-таки изыскивать эти внутренние резервы. Потому что конкурентоспособность любой продукции, она вот именно такими вещами и проверяется. Тот процесс, который нам запустил, значит, запрет на ввоз продукции из-за рубежа, он нам, на самом деле, сделал очень много полезных вещей. Соответственно, и рынок, и сельхозтоваропроизводители очень оперативно и быстро отреагировали на это. Мы вот на протяжении последних лет увеличиваем производство. Ну, вот в прошлом году одним из главных достижений агропромышленного комплекса был назван рост производства сырого молока в физическом объеме. Да. Действительно. Вот тогда вопрос, почему у нас на полках магазинов белорусский сыр? Опять же, если мы хотим получать, скажем, качественный сыр, за качественный сыр мы должны платить, соответственно, достойную цену. Значит, то, что сейчас, я не буду говорить, что это именно белорусский сыр, но есть такая проблема, когда та сырная масса, которая поступает в торговлю, она, естественно, не отвечает нашим требованиям к качеству. Поэтому здесь процесс обоюдный, в том числе борьба, значит, с контрафактной продукцией и поддержка своего местного товаропроизводителя, который и будет в последующем выдавать эту качественную и вкусную продукцию. Но все-таки у нас в области уже есть опыт производства действительно настоящего сыра? И вот в каких количествах? Какие новые продукты? Самый последний опыт – это сыроварня в Уйском районе. В общем-то, Уйский район у нас всегда славился именно с сырными традициями. Там один из лучших бонитетов именно в Челябинской области. И когда в свое время строился Уйский сырный завод знаменитый, именно исходя из этих соображений, значит, в Советском Союзе был сделан упор именно вот на состав органолептических и трав, и, значит, кормов, соответственно. То есть по качеству они в эти сыры? Да, да, да. Поэтому вот сейчас этот процесс, опять же, он не ограничивается только Уйским сырным заводом. Я думаю, что очень много известно небольших сыроварений на территории Челябинской области, которые используют наше местное сырье. Хорошо. Вот по производству мяса птицы Челябинская область занимает второе место в России. Этим мы гордимся. Но параллельно развивалось и производство утиного мяса, тоже мяса птицы, и мяса индейки. Вот это направление уже существует. Какие у него направления, вернее, какие у него перспективы и есть ли сложности? Сложности, безусловно, есть. Есть сложности, в том числе вот у проекта утинной фермы, сложности чисто финансовые. При расчете, подготовке к реализации этого проекта никто не мог рассчитывать на изменение курса рубля. Соответственно, это вот основную сложность вызвало. Сейчас проект, опять же, в рассмотрении. Он частично был запущен. Сейчас мы как раз ищем варианты для того, чтобы его реанимировать. А первоначально именно в потреблении этой продукции проводились маркетинговые исследования. Люди готовы сегодня покупать утку. Ну, вот по этой стоимости, которая сейчас есть. Да, совершенно по этой стоимости, которая есть. Потому что, на самом деле, предложение на рынке, даже в России, оно очень маленькое. Поэтому здесь есть возможность для того, чтобы осваивать этот рынок. Если говорить о мясе индейки, у нас уже есть, скажем так, один из проектов. Но на сегодняшний день пока под него ищется финансирование у как раз потенциальных инвесторов этой темы. Вот в этом году ожидаются также субсидии и на сельскохозяйственную технику от Ростельмаша. Что дает области такое сотрудничество? Давайте я вас поправлю. У нас ожидаются субсидии не на технику Ростельмаша, а вообще на огромный перечень сельскохозяйственных техники. В том числе техники, которые предлагает компания Ростельмаш. А соглашение, которое мы заключали на прошлой неделе, 13 февраля, оно предполагает как раз посыл от Ростельмаша в виде предоставления 5% скидки на всю линейку своей техники. Это очень хорошо. Кроме этого, у нас есть возможность воспользоваться, или нашим сельскохозяйственным производителем, воспользоваться программой 1432. Она дает 15% скидку на эту технику. Плюс 5% скидка от Ростельмаша. И примерно на уровне 10% это субсидирование приобретения этой техники за счет средств областного бюджета Челябинской области. Поэтому в сумме, то есть 30% где-то удешевление техники, оборудования может как раз по этой теме пройти. Мы ждем предложения других компаний. В том числе никто не будет, я думаю, этому противиться. Ну, 200 миллионов рублей пока предварительно мы планируем на уровне прошлого года денег направить именно в это направление. В прошлом году наши сельхозтоваропроизводители приобрели техники на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Это значительная сумма. Это значительная сумма. Сколько это в процентном отношении получили сами производители? Ну, посчитайте, что 2 миллиарда потратили, 200 миллионов получили возмещение. Порядка 10-11% им вернулось в их оборотный капитал. Вот еще, ну, мы уже об этом сказали, что сегодня область полностью обеспечивает себя и мясом, и молоком, и зерном. Мы еще, кстати, не поговорили о мясе крупного рогатого скота, да? Ну, я бы сказал, что мы, на самом деле, обеспечиваем себя мясом в полном объеме, но если говорить по видам мяса, то у нас есть здесь варианты для развития именно про мясо говядину. Так что сказали, на самом деле его недостаточно, но крупный рогатый скот – это не свинья, это не птица. Так быстро это все не произойдет. Здесь нужны огромные капитальные вложения, но эти капитальные вложения должны быть сделаны именно в производители, которые имеют достаточный уровень компетенции и которые завтра не закроют это производство. Поэтому процесс это очень долгий. Ну и длительный процесс производства. Для того, чтобы окупить любые вложения именно в проект, что по молоку, что по мясу крупного рогатого скота, даже трех лет мало. Это кредит на минимум 5-8 лет. Не все обладают именно таким, скажем так, капиталом, потенциалом. И наши субсидии, в том числе на поддержку мясного животного, на поддержку производства, реализацию молока, они как раз направлены на то, чтобы побудить потенциальных инвесторов вкладываться в развитие именно этих подотраслей сельского хозяйства. Сформировать какие-то точки роста именно в этом. Да, совершенно верно. А можно сказать, что от санкции, вы об этом немножко уже упомянули, что санкции дали дополнительный импульс к развитию новых производств и появлению фермерских хозяйств и новых продуктов? Ну, мы не будем говорить, что новые продукты. У нас, в принципе, и не было никогда недостатка в ассортименте продуктов. Нашим производителям в какой-то степени стало легче за счет того, что, скажем, импортное продовольствие не стало, допустим, до нас доходить. Соответственно, мы заполняем эту нишу. Понятно. Вот какие задачи ставятся перед министерством в этом году? На что вы делаете упор? Мы делаем упор на сохранение посевных площадей. Как бы сложно и опасно не было, исходя из практики 2017 года, вкладываться именно в развитие растеневодства, Мы это делать будем. Но, опять же, с той поправкой, что упор будет сделан на развитие и выращивание культур, которые на рынке, скажем так, дают наибольшую отдачу. Это соя, рапс, лен. То есть, часть масличной культуры, будем говорить, высокомаржинальной. Поэтому, то есть, мы будем уходить от монокультуры нашей, от пшеницы, именно мягких сортов. Вот задача такая, именно в растеневодстве. В животноводстве это максимально постараться сохранить объемы производства, хотя это будет сделать очень сложно. Перепроизводство мяса птицы в Челябинской области мы оценим порядка в 2,7 раза. Если вот рассчитывать по потреблению на душу населения, то есть, мы не готовы уже столько птицей потреблять. А продвижение нашей продукции на рынке, соседних субъектов, ну и, соответственно, за рубеж, оно имеет определенные сложности. У нас одно из направлений приложения усилий является открытие китайского рынка, но пока, опять же, и для нас, и для других субъектов. То есть, нас пока не пускают? Нас пока туда не пускают, к сожалению. А мы бы могли обеспечить и объем, и, соответственно, качество, которого, в общем-то, нет у других. Ну, вот я вот уточняю, опять же, не пускают из-за чего? Из-за качества или вот чего не хватает? Там очень много требований. Или это конкуренция? Требований, в первую очередь, это действительно конкуренция. То есть, конечный потребитель, в данном случае, если мы берем Китайская Народная Республика, они много предъявляют требований, на самом деле, иногда излишне завышенных. То есть, это реальный барьер для того, чтобы мы вышли на их рынок. Соответственно, они попутно, в том числе, развивают собственный рынок и собственное производство. Это логично и понятно, что каждая страна должна быть самодостаточна. Не появятся они со своей продукцией, вот, например, опять же, у нас? Ну, в других отраслях они же появляются, с этой продукцией. Почему бы нам со своей своей средней не появиться у них? Поэтому это нормальный процесс, я думаю. А как же вот с теми амбициозными целями, вот, например, занять не второе место уже по производству самолочной продукции, а первое место в России и, в том числе, накормить всю страну? Ну, понимаете, вообще у нас не стоит задачи занять какое-то определенное место. У нас задача стоит в том, чтобы население Челябинской области получало хорошую, качественную заработную плату, достаточную для того, чтобы прокормить себя, вырастить, воспитать детей. Это основная наша задача. Если мы будем бороться за место, допустим, за лидерство, ну, оно, на самом деле, нас к этому лидерству и может и не привести. Поэтому цель должна быть совсем иная. Доступность продуктов питания есть? Именно конкурентоспособность нашей продукции, это вот реально цель. Она позволит именно экономически оправдать все наши затраты. Спасибо за ваши ответы. Я напоминаю, что в нашей студии сегодня был министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. Мы говорили о поддержке сельхозпроизводителей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова